здравствуйте добрый день вы слышите что это говорит но я тоже слабослышащий потому что я я вообще с глухими общая жестом у нас тоже у нас глухонемые в общине тоже общаются я видел видели сурдоперевозчик да у нас было раньше 7 человек они сейчас в общем я понятно я просто что меня волнует я просто художник уже с детства у меня родители художники и брат художник брат у меня храм расписывают москве и тоже живописью занимаются ну вот то что вам показала творили мысль ну вот этого храма дорога вы наверное не открывали до части она не открывается не открывается пока не открывается странно но я там как бы изображая творили дорога в храм там пейзажи зима это я продавал 90 годы иностранцам ну-ка товар шел быстро и дешево много я этим я много занимался час время уже поменялось людям чаще это другое надо или иностранцев нет не знаю вот и я уже не могу я часть другим делом занимают росписи я же 12 лет москве я у медведева даже расписывал дмитрий медведеву и ну видел много как все живут на рублев как расписывал а час у меня просто семьей развод 2 развод я приехал бежать его с отцом я один совершенно а просто задаю вопрос я разговариваю недавно сергеем козловым он его точки зрения считаю что художник это похоть грех любую любое изображение это все уже наше время уже надо все оставить идти надо помогать людям строить какие-то дома еще это где-то что-то делать я честно говоря ну не способен в этом делаем это у меня нет такого призвания а просто художник я рожденный художник неужели там все надо бросить и менять профессию да я согласен мое художество подвело жизни я потерял двух жен из-за того что я художник и деньги нету постоянно заработки непостоянно это мучительная профессии и но я и тоже вел жизнь греховную блуде так далее это я понимаю это все время отвлекает все у меня было сейчас я только прихожу к вере но так всего неделю две недели я начинаю задумываться после того как посмотрел ваши видеозаписи но очень даже полезная вещь те кто которые запутались или очень приятно смотреть рассуждение вот как вы общались козловым сергеем как вы другими общаетесь мне было интересно потому что я же в 90-е годы начал верить бога и ходил кран в одно время то есть всякое это долго рассказывать я боюсь вас отнять времени много вот а насчет ссылки я почему-то не знаю могу еще раз отправить ссылку ну ладно вот вот у у сергея мнение такое что художество пора заканчивать аж так час бремя другое я был немножко шоке я все равно не могу без этого я заказы хочу сделать в ежевске вообще заказов нет мало заказов 1 2 заказа за год три заказа вот сделал бабочку нарисовал вот я вы видите картину мою это живопись это наш что-то плохо видно да так это у нас был белый кот в москве жил женой он глухой я придумал вот такую картину и многим нравится женщинам это немножко сказочный мотив как бы взгляд кота вот это все одну работу вроде купили недорого ну с трудом продали в ежевске биллерея сейчас вторую делаю вот есть еще 2 закачек но недорого продаю очень 7000 рублей это недорого потому что мне уже некуда деваться мне надо выживать я тоже пенсию получаю но пенсия практически не хватает за квартиру и за все вот это 1500 только на выживание но это нереально и каждый день думаешь как выжить вот я понимаю что я страдаю по грехам моим я знаю что очень много нужно как тебе сказать вот например я хочу причастить исповедовать а я не могу я не хочу или какой-то не готов что ли уже долгое время не молиться долгое время не причащаться ну исповедовать один раз но причащиться не могу потому что я питался кушал постоянно мясо в москве с родителями женой а у них они не терпят ну как сказать они квери не соблюдали так так подождите подождите подожди а он не может этого не может быть не может быть а не может быть но может быть как он подождет и а об этом это а он Тут такое дело Завтра у меня заезд в лагерь в детский Ну и первый раз решил с собой Компьютер забрать стационарный Вместе с процессором Ну такая запутаница Все это провода Я вот прошу, чтобы Приехал программист Написал разные таблички Подвесил, какой провод куда Еду-то в деревню, а там Связь-то только через модем Здесь у меня хоть через телефон Так, если у вас вопросы Это в виде вопроса, Гавриил Я потому, что вы сказали, хотел быстренько пройтись У вас какая пенсия? Пенсия у вас сколько? Пенсия? Ну Там Где-то 8 получается Там все со всеми Все с пакетом Там вот это все вместе И ну 8 с чем-то За светлые годы Там все У меня 6500 23 А что? 6523 Это пенсия бомжа Ну может быть надо сходить Узнать? Я ходил Один раз сходил Надо сходить Может быть еще раз? Нет Дело в том, что Мне не давали работать Не давали Я прораб А я уверовал Мне нигде не давали работать Нигде Я безработный Вот я хочу сказать У меня стаж 35 лет Я безработный У меня Артур У меня Стаж 35 лет Вы правильно Артур вас звать? Артур? Это Антон По-крестьянски По-православному Антон Ну хорошо Я буду называть Антон Если будете молиться То Антон Понятно Я уже молился Смотри какой случай У меня мама Да, подожди У меня мама армянка Мама армянка Папа русский Они меня назвали Артур Потому что меня крестили Армянской церкви Маленький был Да А потом Когда пришел к вере Православный Я говорю А можно меня крестить Православный Они говорят Ну давай Крестили меня И назвали Антоном Ну как бы Я выбрал Антон Ну хорошо Тут вот какое дело У меня 6 тысяч 523 рубля Мне разрешали Работать только Во вневедомственной охране При милиции Чтобы все время Был под наблюдением Ну Меня гнали Сажали По тюрьмам таскали Там 26 лет психиатрия Добила только Вот И поэтому Конечно Это очень маленькое Маленькое Но Господь Как-то делает так Что я этого не чувствую Вот У меня есть льготы Какие-то там Бесплатный проезд Я политзаключенный Реабилитирую Но я никуда не иду Ни разу не воспользовался Ни одной льготой Просто Как-то Пошел один раз Что-то надо еще За этим еще Я махнул рукой Стал молиться И Господь меня Поддерживает Я не чувствую Что я бедный Я соблюдаю посты Мясного нет Алкоголя нет Ношу все старое И как-то То брат То кто-то Что-то сделает За меня Купили мне Компьютер За меня кто-то платит Я не плачу Это люди так делают То есть Бог так делает И поэтому Вам могу посоветовать Только уповайте на Бога Господь поможет Второе А что вы разводились С женами-то Почему? Плохие жены Или вы не смогли Поправиться с ними? Как вам объяснить? Ну как? Может быть это моя ошибка С первой женой С первой женой Получилось так Что она устала От меня Непонимание вроде Все постепенно Ругались Ругались Потом как-то так Получилось Что ей показалось Что я с кем-то гуляю На самом деле Не гуляю Ну просто Ну как тебе сказать Это так-то Объяснять надо долго Нет Не надо объяснять Она считает Что я согрешаю Измены Ну ладно Я вопрос Просто она Как-то С колдуном Познакомилась Колдун был мужик И полюбила его А сейчас она Крыша поехала Она сейчас Псекушка Все время Бывает Попадает Псекушка Моя дочка Уже умерла Наркотики У меня История Очень сложная Рассказывать надо А вторая Вторая жена Еще разошелся В Омске жили Мы в Омске жили А вторая В Москве Глухая Вообще Та была Слабослышащая А та глухая Она Я с ней познакомился Она неверующая Ну как Я ее к вере Придевал А потом сам Я жил Не как церковь А как все И поэтому Может быть Для грехи Это все Сложилось А мы Жили С родителями У нее А родители Недоброжелательные Что мы В храм Ходим Ну иногда хотели В храм ходить Говорят Зачем вы В храм ходите И вот Эта логика У них Это постоянно А потом Говорят Ты мужик Ты должен Деньги зарабатывать А не художеством Заниматься Ходожник Это не постоянный Заработок А семью Надо содержать Ты свою дочку Угробил А теперь Хочешь Мою Нашу дочку Мучить И так Получилось Что В гараже Я рисовал Все Они говорят Так убрать Это все Освободи Гараж Мне было Обидно Я взял Все И привез Куда А жену Зову Она уже Все Ее не пускают Все Там семья У нее дочка Дочка Это не моя Это ее дочка У нее второй брат И все И ее уже Антон Я спросил Не ради любви Я даже на машине Перевернул Вы венчаны не были Ни с той Ни с другой Это блуд Называется по-церковному Блуд Было Было И о каком Причищении Вы не должны Даже разговаривать Это Определенный срок Церковь назначает Эпитимия Там может больше Десяти лет Нельзя причищаться Поэтому не лезьте К причастию Это не в этом дело А почему вы держитесь За художество Художество это не работа Они действительно правы Что Мужик У вас Спина сгибается Руки сгибаются А почему не работать Почему на стройку Не пойти Ну заказы были Заказы вы делаете Свободное время Навыки Специальные Свободное время С работы Когда придете Тогда Свободное время У меня Вот Снимает Художник Такая вещь Что Если пойдешь На стройку работать Ты художником уже не будешь Ну и не надо Ты не будешь рисовать Это такая система Видите Вы молод еще Вам сколько лет Ну я Мне 47 47 Это еще не закат Вы должны Иметь деньги Было бы Из чего Уделять нуждающимся Посетили Накормили Напоили А что ты дашь Когда сам себя И жену не прокормишь Вы ни на кого не ропщите Виноваты только вы Мы знаем люди Которые имели Большой сан Большой И они пошли На самую низовую работу Когда уверовали Никто не мог догадаться Кто такой А он епископ бывший И он пошел Копает землю Сады Обрабатывает И все Ну у нас таких биографий Жития святых много Это нам пример Так что Делайте Вот как говорят Сколько люди уже говорят Вы от этого художества Пострадали много Оно и художество От слова Худо Худо Все худо Вот оставьте Еще один Раз щахнул только Все Сфотографировал Чего ты Рисовать то И может такие фотографии Мирового значения К фотографии Я отношусь Как к вымыслу Вашего ума А к фотографии Как к реальности Художник Отсекает Не нужно Там убирает Да еще Талант есть или нет Вот посмотрите Гюстав Доре Лучший иллюстратор Библии Мы его раскрасили И издали Трехтомных толкования Ну 230 картин Там есть На что посмотреть А святые тут Одуванщики У нас их Под ногами полно Может один Нажал-то К кнопку и есть Вы прислушайте Что вам говорят люди Без этого Никак нельзя Написано Без совета Дело расстроится Просто Отрезанный участок Жизни У вас какая-то Специальность Должна быть Специальность Настоящая Самая главная Специальность Это сельское хозяйство Хлеб выращивать Вторая Пониже Ну там Животноводство Вторая Пониже Это текстиль Тело прикрыть Рубашки Шить Там хлопок Выращивать Третье Уже не такой важности Третье По значимости Это строительство Скрыть От непогоды А потом Все остальные Там и священники Поэты И художники Художники Это всегда люди В конце очереди Стоят По нужности Про песни С вылизанной чашкой Кто им что подаст Вам нужен клиент Кто-то Чтобы купил А зачем купил Он сам не знает Смотришь Картину выбросил Вы отнеситесь К этому очень серьезно Прямо С сегодняшнего дня Все Я иду работать Работать И при том Ну на двух Трех работах Когда у тебя Семья большая Или что-то Вот поставь себе Такое Что у тебя Десять детей И вот с этого Начинай работать Ты должен Десятину платить Церковь А если ничего нету А какой же ты христианин Ничего и нету Пустое место Краски эти Запечатай В свободное время В воскресенье Сходи Порисуй Я понял По другому Никак нельзя Я на стройке Всю жизнь Поработал Печняком Сорок лет был Сорок лет А был прорабом Мне не давали работать Я учился Высшим мореходом Училище На штурм Служил на плоти Но мне не дают работать Я бросил по новую За новую берусь Сделался Переплетчиком Реставратором Книг Мешают А где-то Я сделался Дрестировщиком Собак Кинологом В уголовный розыск То есть Сам себя обеспечить Вот у нас рядом Батюшка Приезжает Он богатырь такой Отец Павел Ну его архиерей Там запретил Служение За то что он Хотел тайно записать О крещении Его Ну неправильно Архиерей сделал Ну он что Пошел работать Таксистом Прошло время Какое-то Он ушел работать Золото Геологическую партию Там золото добывают Еще проходит Рыбак То есть Он хоть куда поверни Он благовестник Он работает Работает У него живот Все это было У меня на квартире Он жил И у него живот Стал спадать Он на три дырочки Ремень За зиму Свел Меньше Вот как Не знал на стройке У нас ребята С высшим образованием Пошли на стройку Получили специальность Одна в деревне живет Но там работы нет Она Ну вот сейчас Агрономически Закончила заочно Работы много Не женись никогда Совсем Тебе это не надо Зачем тебе жениться Живи один Один Заботьтесь Заботьтесь Сейчас жениться Мне уже Не надо Не надо Время А если я слаб Если я слаб А у Бога слаб Я слабый Нет Это не слабый Это распустился Закатай губы-то свои Еще ты их раскатал На одну женщину На другую Нельзя как жеребец На каждую кобылу скачешь Это не годится Есть люди Которые монахи Которые всю жизнь Женщины не видели в глаза Возьми Ян Дамаскин Какой был Какой Калиф Города Это вообще Художник Поэт Всемирное имя у него Он все оставил И пошел Его заставили Выгребать руками Нужники Туалеты Туалеты И он смиренно Пошел на это Ян Дамаскин Вот какое А можно вопрос Договорите Можно вопрос еще А в храме Расписывать нельзя В храме Можно расписывать Расписи делать В храме В свободное время Не специально У меня есть художник Знакомый Он в храмах Расписывает Он не просто художник Он бывший преступник И он в моем доме Пришел ко Христу Потом крещение принял И он все время Спрашивает совета И он сейчас при храме И там занятия ведет С людьми У него другая жизнь идет Эти жены Что были Все это забыто Он принял крещение Господь освободил его От греха Это пример Он оставил пример нам Он живой сейчас Может быть Может быть Может быть То что я Еще владею В этом рисовании Может все таки В храме лучше Расписывать А стройку работать Я боюсь Потому что У меня рука болит Еще она болит У меня сейчас рука болит Не поднимает Я в аварию попал У меня рука болит И вернулся на машине 4 радио У меня рука болит Меня КГБ там Мучило Крутили Вот Ну а я работаю на стройке У меня 3 грыжи на позвоночнике Ну и что что болит Ну это естественно болит Ты никогда не гляди Наплевать да забыть на это Болит Болит Не обращай внимания Я могу Скажи Я могу Вот посмотрите Маленький фильм Такой есть Судьба человека Шолохова Судьба человека И он остался один Всех Жру всех разбомбили И сироту нашел Ваня А он Андрей Соколов И он говорит Ваня Ванюша Мы сильные Мы переможем Вот эта фраза Запала в душу Мы переможем Нас в семье у отца Он инвалид войны У нас был Без руки Руки вот так не было Вот так До плеча И нас 10 ребятишек И нас всех отец Приучал работать И сынок Так работай Чтоб тебя еще раз пригласили Что можешь Я вот учился Когда в техникуме Жить-то не надо Идешь У кого Снег с крыши сбросить Кому-то дрова распилить Кому-то на вокзал Бегу скорее Вещи поднести Жить-то надо А из дома Ничего нет Там мало-мало-меньше Да еще должен помогать Я взял Три сестренки Они у меня на квартире живут И их надо кормить А так Что это Я не могу Тут не могу Вот попадешь в плен Заставят И будешь работать Будешь гранитные скалы Дробить для мусульман Для этих Игиловцев Прикинь маленько Сколько там в рабстве Работают украденные И ни один не скажет Не может Не может Пристрелят И забудь про болячки Ничего нету Я У меня спрашивают Вы болеете Я говорю Понятия не имею Что-то такое А мне вот Послезавтра Будет 77 лет Послезавтра Мне будет 77 лет Не 40 Займи с чем-то Чтобы интересно было Поезжай В деревню поезжай Работай Работай руками Работай умом Работай без устали Ночью и днем А там что будет Так будет Пускай Так нужно работать Мы дружно давай Федоров Умулевский написал Что надо нарисовать Рисовали Когда не было Фотоаппарата Фотоаппарата не было Сегодня есть Прекрасный фотоаппарат Один раз щелкнул И все Вот у меня только На моем Ну в моем мире стоит 18 тысяч 900 фотографий Ну где ты 18 тысяч нарисуешь Когда много людей Там Да и Как тебе доверять-то я буду А он не такое может В это время А это Каждая травинка На месте стоит Каждое дерево Тень его По нему люди будут Определять Какие растения Деревья Работать надо Это у вас От безделья Все сатана наворачивает Я не могу Еще лучше придумал Не могу Апостол Павел Хорошо ему Оставаться как я Не женатый Заботится о Господнем А ты о Господнем Не заботишься И жены нету Ты хоть сто раз Женись Ничего там больше нету И что было То и будет Там ничего нету Нового Это кажется только А на самом деле Это аптека ходящая А я с первой женой Извенчался А что мне Оставить ее И вернуться Не надо Хотя она болеет Не надо Не надо ничего Разошелся Не надо Живи один Апостол Павел Не надо Это совсем Пустое все Ладно Я в целом понял Кратко Вот сейчас у меня Обговаривается Заказ У нас Десятиэтажный дом Новый построили И спрашивают Вы можете В доме На фасаде Расписать Декоративное Дерево Там леса Будут стоять Я буду лазить И рисовать Это как вы думаете Можно Такую работу Не надо Ты упадешь Ну там на домах делают Не надо Это ничего не дает Такие декоративные Светные Сегодня на ткани Делают на десять этажей Одна картина Они ее приклеят И все Не надо Вы все время цепляетесь Не надо Никакой ты не художник А они Они хотят Хотят Я согласен Ну я сказал вам Я согласен Не надо Вас на этом Сатана заклеил И вы таланты свои Не знают Не надо Иди работать Работай У тебя во первых Будет обмен веществ Хороший У тебя разум Просветится А в свободное время Тогда рисуй Маляром то я Маляром можно Маляром можно А маляром то Можно 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 Ну это Это и есть Похожая Малярная работа Это похожая Малярная работа Просто рисунок Надо точно попасть Декоративный И Кратить Там много Кратить надо будет Вообще Вам Это Одна работа Вторая Вы оттуда не вылезете Вы решительно Отрежьте Этого Я Занимался Языками Изучением языков Немецкий Английский Французский Испанский Самостоятельно Но когда я уверовал Я понял Ничего этого Не надо Не надо Я связал Все учебники И бросил их В подвал Решительно Оторвать надо Решительно Сверни Все картины Спрячь На них Даже не смотри Молись Богу Ходи В храм Не пропускай Чтоб деньги Были у тебя Десятину Десятую часть Отдавай Священнику Где причащаешься Ты увидишь Как другая жизнь Начнется А в храм Православный Еще можно ходить? Ну Можно ходить Только не Православный Храм Еще можно ходить? Не старообретческий А? Нет Можно Можно А исповедоваться? Исповедоваться можно Но не причащайся Потому что Ты Сам знаешь Блудник С женой Венщиной А взял другую Куда это годится? При живой жене Выйдет Называется Прелюбодеем Прелюбодей Это не блудник Блуднику на 7 лет А Прелюбодею На 10 лет Это к примеру говорю Вот стой Плач Не надо Сцепляться Женщина Это смерть Через нее Мы все Умираем Серахов Так говорит Соглашусь Лучше жить Говорит С медведицей На углу кровли Чем за женщиной Я очень Я всю жизнь Мучаюсь Из-за женщин Всю жизнь Мучаюсь Я не могу Исповедоваться Опять Исповедоваться Опять Борьба идет Ну как будто Уже все Надежды нет Да борьбы-то Никакой нету Ты просто Ты подкаблучник Под юбку Залез И вылез И не может Задохнулся В миазмах Женских Срам один Какой ты мужчина Только так Название одно Надень юбку И ходи в юбки Мужчина Срам один Ты должен На женщину смотреть Как на сестру родную Помочь ей там Где-то сказать Но не с женами Со своими этими Они разберутся Без тебя Они видят Ты такой Рохлят Тюхтя Как говорит Это лох Ну они А видят У тебя денег нет Они тебя бросают Они думают Парень так ничего Рука вроде есть Они не знают Что рука больная Так что родители Которые тебя выгнали Они правильно поступили Они не выгоняли Я сам уехал Ну понятно Картины сказали Забрать там Ну там убрать В гараже У них гараж был Они два раза Убирать Иди работать Иди работать Понятно А мне показалось А мне показалось Что Обидно А обида Это не христианское Качество Это не верующие Вам надо Народиться свыше У вас не было Духовного рождения Вы живете Как плотской человек Прихоти А за эти прихоти Платить надо Женщина Это самое дорогое удовольствие Запомни это Хорошо Если ты вздумал На лошади прокатиться На комских скачках Поставить Не выиграл Это одно С женщиной Другое дело У ней разум есть Мне просто Мне обидно С первой женой Прожил 12 лет В второй В Москве 11 лет прожил Много прожил Я привык Я очень переживал Тресс у меня был Депрессия у меня была Я рисовать не мог Я только сейчас Прихожу в себя Нет Нет Это все обман В себя не надо приходить Потому что В себя Ты вернешься Такой какой был Ты переходи В образ Христов В образ Божий Вот какой-то стресс Нет этих слов в Библии В Библии Есть слово Человек В уныние впадает В уныние Апатия тоже нету Уныние наводит Сатана Сатана Он может тебя довести В петлю повешает Вот так Да уже было Уже почти Такое состояние Ну вот Было Здоровый Говорит А ума нету Дурень Такой мужик Из себя поставил Как Иди на стройку Работать Работай У тебя будут Законные деньги Женщины В свой дом Не запускают Никогда Чтобы ни на ноги Не ложила А то она тебя Начнет бока Греть Прогревать И будешь в огне Гореть А если у меня Опять будет Мучение Вот эта страсть Я войду в интернет И увижу грязь А ты Не заходи в интернет Болею уже давно Не заходи Ну что ты В интернет Увидел еще Связь надо сразу Убить Говорит ли кто Ну да У меня эта страсть Сильная идет Нет Вы посмотрите Сколько Монашествующих Которые Вот я Это и не могу Поборот Но ты не борол Не могу побороть Оно тебя поборает Если бы ты боролся То победил бы Избави нас от лукавого И с ним не бороться надо А побеждать А тебя прихоть На короткое На короткое время Поборолся А потом опять Соскучивался Это всегда у меня Вся жизнь Нет Хорошо держался А потом опять И думаю Что такое А то что ты не работаешь У тебя дурные соки Да еще мясо ешь Зачем тебе мясо-то Я вот на стройке Работал Всю жизнь И мясо Не ел Выпивки Никакой Нету Женщин Нету Как это Не могу Ну Рядом с тобой Живу Мне не надо Где-то Примеры Искать Я знаю Что все это Побеждается Силой Божьей Молитвой По благодати Никак Не надо Этого Делать Я увидел В интернете Ничего себе В интернете Увидел А по Москве Идешь Ты никого Не видишь И за каждой Юбкой Бежать надо Ходи еще Я смотрю Интернет В том месте Там Ну Не буду Говорить Не буду Говорить Ну захожу Там Глубже Глубже Страш Но Ну понятно Я не буду Озвучивать Посмотрел Картинку И охота Само Порно Не надо Этого Ты не смотри Интернет Закрой Иди на работу Работай Крепко Работай Вот у нас Некоторые Уехали в Москву Они хорошо Получают Строители В месяц 40 тысяч 40 тысяч В месяц Тебе этого Хватило бы Научись Там Евроремонт Делать У меня Племянники Этим Занимаются Где Попади В хорошую команду И скажи Себе все В каком городе В Москве В Москве Ну иди даже Дворникам Вместе с узбеками И то можно Заработать Они Туркмены Приезжают У нас Дорогу делают Асфальт Кладут Понимаете Они работают Конечно Не как Турки Турки Это специалисты Высокого Класса А эти Какие они Но они работают Ты не будешь Работать Тебе надо будет Где-то что-то Доставать За квартиру Думать А ты даже Думать не будешь Заплатишь А с женщиной Свяжись Она тебе Квартиру Оттяпает Без квартиры Останешься Пойдешь Бомжевать По трубам Ладно Все Понял Антоний Ты помолись Богу Сходи в храм К священнику На исповедь Все ему Расскажи И попроси Чтоб за тебя Помолились Там люди Которые Может знакомые Будут Глаза Закрой На женщине Гляди Сатана Знает Твое слабое Гнилое место И туда Долбит Хочу спросить Вот тут недалеко У нас Село Есть От города Я говорю Здесь недалеко У нас Крам Есть Деревня Отец Сергий Служил Его исключили Из православия Но он сейчас Служит Со своим Прихожанем Отдельно Он Тоже Как-то Немножко Придерживает Зарубежную Православную Церковь А Он Православие Тоже Немножко Ну не знаю Его Исключили К нему Можно Исповедоваться Не знаю Он Как-то Мне ближе Был Если Ближе Сходите Если Он Не под Запрещением Не знаю Если Он Не под Запрещением За грех Надо Узнать Я Не могу Заочно Сказать Ну говорят Я Тоже Не знаю Пока Ну ладно Тогда Проще Проще Пойти В храм Московского Патриархата Тут уже Несомненно Что Священники Настоящие А там Может быть Под запретом Я не знаю Этого Как Благословляй Бога Все время За то Что у тебя Есть Что Получилась Речь Я понял Вы Мы Что Мы Разговариваем И все Выставляем В интернет Вы знаете Это Так Вы не Протестуете Ничего Ну не знаю Попробуй Я даже Не знаю Я даже Какую-то Исповедь Сказал Так Ну и что Какой Грек Ну если В интернете Это все Как раскрыта Моя Исповедь Да кому Она нужна Твоя Исповедь Люди Пример Берут Пример Берут Что От обратного Так А что Брейтесь Почему Ну Если Вы Считаете Если Вы Считаете Это нормально Ну Выкладывайте Конечно Ничего Тут Нет У кого Исповедь Когда Все Знают Открыто Жил Ой Ты Ты Не Не В Подземелье Жил Все Знают Что Ты Разведенный Это Все Знают Никакой Тайны То Нет Тайна Которой Никто Не Знает А Это Знают И Родители И Жена Так Я Спрашиваю Почему Бреетесь Бороду Зачем Убираете Бороду Ну Я Пытался Бороду А Жены Говорят Убрать Не Нравится Я Злой По лесу Такой Злой А Вы Знаете Протопопа Вакуум Ну Сейчас Нет Но Может Быть А То Ты Все Время Дерешь Открыто Чтобы Блудница Зашла Он Говорит Это Прелюбодейная Ересь Ересь Бороду Брить А Ты Как раз Бороду Отпусти Ни одна Не подойдет У тебя Чтобы Вид Был Такой Чтобы Наводил Ужас На нее А Ты Бритый Ну Что Как Яйцо Пиво Любишь Пить Еще Пиво Пьешь Ну Немного Редко Я вообще Редко Пью Но Так Не пью Сильно Раньше Пил Сейчас Больно Болезни У меня Много Ну да Только из-за Этого А вы Из-за того Что любите Господа Не пейте Что Бог тебя Любит Господь Тебя Пришел Я Не курю Антоник У нас Встреча Это не случайно Тебе Господь Открывает Все Видишь Ты Если бы Был Где-то Рядом Мы Могли Бы С вами Встретиться Чтобы Мы Научились Какой-то Специальности Работать Хорошо Если Вы Были В деревне Где-то Кому-то Помогали Зерно Обрабатывать Я Не знаю Как Это Найти Вот Мне Сергей Говорит Иди Помогай Одиноким Женщинам Там Крышу Может быть Делать Но Я Это Не Специалист Это У меня Такого Дара Нет Но Надо Учиться Осваивать Как Делать Полы Как Плитки Ставить Ну Красить Я могу Штукатурить Я могу Я умею Штукатурить Я Сам Штукатурю Твою Комнату Антони А вам Сергей Это Давал Что Если Одинокая Женщина То Покроешь Он Тебе Не Смеялся Говорил Да Нет Он Говорит Пожалим Который Старый Одинокий Вода Течет Крышу Надо Подтянуть Ну Типа Он Образ Например Привед Я Его Понимаю Да 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 Ну Он То же самое Сказал Что Художество Остап Времена Последние Уйдут Сейчас Никому Это Не Надо Он Тоже Иконы Перестал Писать Все Правильно Он Говорит Слушай Его Это Герой Веры Такой Больной 14 Лет Парализованный И духа Не Теряет Еще Других Поддерживает Это Человек Каких Мало Сегодня Найдешь Надо Научиться Болеть А он Умеет Болеть Я Поэтому И Чувствую Что Мне Нужно С кем То Поделиться Обменить Мнение Понять Завтра Я уезжаю 10 Октября Вернусь Если Господь Позволит Тогда Можете Прийти Вам Не Запрещено Но Что Я Сказал Делай Это Посмотри Пройди Где-то Постройки Пусть Тебе Мало Пока Может Подсобником Где-то Что-то Поднести Надо Настройки Все Время Люди Нужны Работу Надо Найти И Тогда За тобой Будут Бегать Если Ты Хороший Работник Маляр Там Или Печник У тебя Очередь Будет Сзади Стоять У меня Есть Один Знакомый Одноклассник Он Занимается Как раз Этим Ремонтом Я Говорю Ты Меня Позови Научи Ну Он Так Сам Все Делает Двери Ставит Все Умеет Я Говорю Ты Меня Научи Ну Не Зовет Ну Ладно Потому Что Денег Мало Платят Это Город Ижевск У Всех Денег Мало А В Городе Ижевске По-моему У вас Хорошие Мотоциклы Выпускали Ну Было Город Это Ижевск Иж Машину Москвич Выпускают Сейчас Это Ладу Выпускают Оружие Выпускают Калашников Военные Здесь Очень много Выпускают У меня Глухие Ребята Работают На заводе Многие Я Бог Хожу Глухих Общаюсь Вот Все Они На заводе Работают Говорят Иди На завод Работать Ну На военный Завод Не ходи На военный Не ходи А они все Идут Оружие Ракеты Все тут Не надо Не надо Не надо Это И написано Писание Говорит И не будут Учиться Воевать А это Учатся Перекуют Мечи Награла Это Библейское Пророчество Можем Много Хорошей Работы Найти Но бывает Даже В магазинах Грузчики Работают Ну Продавцом Тебя не Поставят Директором Не изберут А подносить Ты можешь Могу Но пока рука Сильно болит После аварии До сих пор Я так не могу Больно Ты эту не поднимай На одном плече Носи Да и все Я вот раздеться Не могу Другой рукой Стягиваюсь С себя У меня Выверщена Рука Но я Всю жизнь На стройке Приспособишься Как-то боком Маленько Поддержишь Локтем Какая-то болезнь Вот у моего отца Болезнь Вот так рука На фронте Вот Оторванная была Тут ясно Что руки нету А у меня То вот они Руки Шевелятся Да В общем Я все понял Ничего не говорю Что я все Отбрасываю Буду размышлять Думать Ваше мнение Потому что Мой отец художник Он с ума сойдет Что-то с ума Сойдет Нет 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 Это вас Лукавый путает Он старообрядческий Ну и пускай Старообрядческий Это не имеет значения Но Он обычный художник Он обычный мирской Но он Бога уважает Рассуждает Но так Как терком Но он не занимается Ныне Когда услышите Голос Божий Не ожесточите Сердец ваших Ныне Завтрашний день Что будет Ты не знаешь А я завтра Он не знает Что родить тебе Какой день Ты может не доживешь До вечера Поэтому Как услышал Сразу это делай Сразу обратился И все Сегодня ты Сверни все Картину Убери И сегодня же Пойди на стройку Вот тогда понятно Что ты мужчина Сегодня Сейчас Завтра уже поздно Может быть Это сатана Обольщает Не сегодня А завтра А на завтра Еще другое А там кто-то тебе Одинокая женщина Ей надо покрыть ее Вот так и будешь Покрывать Одиноких женщин Покрышка тоже мне Ну все Правильно Сказано Главное Воля 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 у тебя Сердце Ты Надейся на Бога Пиво в рот не бери Хорошо зарабатывай Плати десятину Вот и все Просто Встряхнись Это так Были князья Которые работали Царь Николай Второй Все время дрова пилил Показывает как У меня вот Лагерь трудовой Если бы ты Жив был здесь Ты мне понравился Я бы тебя Мог Разрешить тебе Приехать Я понял Я согласился бы Но я бы не выдержал Сразу говорю Физички Там надо Работать Потом молиться Я не выдержал Выдержал бы Выдержал Мы тебя поддержали бы Как Брежнева С двух сторон Когда Брежнев Умер Черненко И говорит Избрали Это в виде анекдота Рассказывает Избрали Горбачева А этот Говорит Брежнев А кто его Поддерживает А он говорит Никто сам ходит Так что Если бы был рядом Ты втянулся бы В это Два дня И ты бы был на работе Копать ямы Колоть дрова У тебя бы Все мускулы Начали развивать А ты какой Если так Женщина Тебя не могут любить Потому что Она бы держалась За тебя Она как Стеной Она видит Что за картину Прятаться Она тебя то и не видит И Сидор Пилосиот Говорит Чем строже Ты обращаешься С женщиной Тем больше Она к тебе Привязана А они тобой Командуют Еще себе Жена оставила Да у мусульман Какая жена Его оставит Это невиданная вещь Он ее оставляет Но не она Ей дает Разводное письмо Но не она Ему дает Ревность Бывает у него Но не у ней Она ревновала У нас все перевернуто Нам у мусульман Учиться надо Они содержат Закон Моисеев Почти полноте Вот как Ты один раз услышал Все Сейчас только мы Кончим говорить Ты сразу же Сразу картины Все положи вниз Перепрокинь Не держи их здесь И сразу выходи на улицу Перекрестись И Господи Помоги мне А я молиться буду Я сейчас А куда Сюда пойду Где там Где на стройке Скажи вам Нужен рабочий Я скажу Вот он хороший рабочий Сам себя похвали Вот так вот возьми И покажи мускулы Какие у тебя Во Рубашку так натяни Щетка Ладно Я понял Я понял Сельское хозяйство Если бы кто-то был Здесь рядом Или где-то Пости скот Сеять пшеницу Там виноград ухаживать Овощи выращивать Тем более у вас Вы в Воронежской области? А, Ижевск Удмуртия 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 У вас там какие-то уже Ну есть сельскохозяйственные угодья-то Что-то выращивают? Ну, наверное В Удмуртийской деревне Я не знаю Не знаешь Ешь хлеб Ешь масло И не знаешь Ну Может быть есть Где-то что-то Не могу сказать Надо своими руками Я в Ижевске Всего год Я давно здесь не живу Я лет 15 Петербурга прожил И в Москве 12 лет Я здесь Почти 86-го уехал Ну хорошо Какой вы след Оставите в жизни своей Если будете Не нужен заниматься А ты проси у Бога Именно Крепости Мудрости Даже женщина Другая На тебя посмотрит И скажет Вот такой бы Был у меня муж Не развелась бы А ты скажи А вот вам Я уже испытал Какие бы Пошла ты от меня Работай И все Ты ей прям Покажи фигушку Слова хорошие Приятные Будем стараться Старайся Вот у нас Сестры Вы на нашем Ютубе будете Я вам сейчас Скину наши ресурсы В интернете Посмотреть Вы увидите Какие красавицы Какие женщины у нас Как они одеты Я видел Видел Красиво Да Вот у меня Жена уехала Она 2 месяца раньше Там в деревне Я сейчас Завтра я ее увижу только А тут сестры В очередь Кто приготовить Кто привезти Там Сготовят Такое Не надо Я сам приготовлю Мне через 2-3 Разрешаю Один раз прийти Вот вчера Только отец Павел Приехал Рыбы привез Молока Из города Камень наоби А у меня все Кончилось Нет ничего А я А я живу в Омске В Омске живу Вот У меня жена Первая из Омска Я вижу Что у вас Один парень Живет У вас Из Омска Нет он Ну да Он приехал Я оттуда Виталий А он сейчас Уедет Потом все Ну у него там Тоже элементы платят Работать спортсмен А работать то Не научен как следует Ну пока выдержал Я говорю Ты меня хоть дождись Я сейчас приеду Только с детьми Разберемся И сразу приступаем К работе Еще 2 пруда заложить Дамбы возвести Запоры Заплоты Плотины поставить Дорогу в прошлом году Ну какую сделали Там был провал Нельзя проехать Ну дорога обошлось Полмиллиона Бог дал помощников Не мои же деньги У меня то нет ничего И теперь едут И все удивляются Новое озеро Деревья спилили Зимой работать Все должны работать Ничем не занятая душа Ничем Хорошая кузница сатаны Кузница сатаны Мартин Лютер сказал Ничем не заняты Сатана и кует Там все Тебе будет подолы Поднимать Нюхать Я работаю Отходи сатана Наотмашь его Крестным знаменем Бей его супостата Он будет в образе Женщины Являться красивой Душиться Не верь этому Там обман Тебе не надо Ничего Это прихоти Лишнюю энергию Трать на работу А они не излияние Не на излияние семени Это не нужно Крепость силы Моя Яков Говорит Первые дети Ну а если первых нет Все Запечатай Завяжи На узел Понятно Чтобы лицо у тебя Было веселое всегда А ты такой сумрачный Как будто только Из плена сегодня вернулся Из-за цвенца Да У меня в душе Действительно Постоянно Вот это Вот мешает Вот это Вот как Груз какая-то Обида какая-то Вот это все Что пережили Вот это Машину жалко Перевернулся Машина вся Живой Остался Даже не поверишь Сегодня тебе бы дали Власть Будь шейхом И у тебя было бы Четыре жены Ты доволен был бы? Мне четыре не надо А у них разрешается А мне не надо Ну тогда по одной будешь брать Все равно четыре наберешь Ну выходит так Молодец Так ваша дорога сюда Никак не лежит Если ты по серьезному Хочешь исправиться Я тебя приму От такого как есть Но только каждый день работать На самом деле Я слабею в этих страстях У меня уже возраст Ну да Каждый год И уже И потенция идет Так что Нормально Хватает Слава Богу Мы помолимся Работать будешь У тебя во сне Ничего этого не будет Даже во сне Обниматься не будешь Перестанешь У тебя на ум не придет это Что? Скажи Что не подходит? У нас из Омска один есть И из Ишовска будет один Ну Пока рано говорит Ладно Я вам сейчас Скину наши ресурсы И нашу маршрутку Вы мне полюбились Я уже видел Я уже видел карту Карту Как вы сказали Этому Я посмотрел Виталику Да Как проехать До станции Потом пешком Потом спускается В деревню Да Потом я посмотрел Карту Как живая карта Гуголь Думаю Вот Вот Все ясно Так Если только Действительно Вы по-настоящему Хотите спасаться Все этой дурниной Не мараться То я бы вас принял Пока там нахожусь Пока ничего не могу обещать Ну все Тогда Все Тогда иди Мне нельзя обманывать Все 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 А вдруг завтра скажут Ой не хочу Не могу Все Тогда больше не разрешено Без разрешения уже не приезжать Вот я сейчас сказал Вы не согласились Все отпадает Никакого договора не было Приезжать даже надумаешь И уже не разрешается Только с разрешения Вы дадете обещание Что будете Любую работу выполнять Бегать только бегом Будешь купаться Ягоды собирать У тебя все будет Сытый будешь Ты забудешь про эту пенсию А приедешь У тебя три месяца пенсия У нас каждую субботу Воскресенье Богослужение По воскресеньям На благовестие ездят Ты совершенно другой будешь И сам на себя Я согласен У меня есть отец За ним надо следить Он его Все Вот это Надо его Не надо его Он если это Значит он Не лежащий Не надо Оставь его одного Как Ну ладно Я вам сказал Ну ладно Я понял Это мне надо еще Больной Больной когда Немощный А когда он в это время Говорят там Выпивает То не надо Ухаживать за ним Не надо Зачем дьяволу помогать Нет Сейчас он его все нормально Он пока рисует А потом Бывает Периодически Он ходит на ногах За ним ухаживать не надо Сколько ему лет 69 А мне 77 За мной же не ухаживают Вы сами Инвалидную себе Выписали Пенсию Ты Все время Помни Это время Не вернется Завтрашний день Будет еще хуже Потому что Мы стареем Обстановка В стране Опасная А ты Настоящей жизни Ты не видал Тебе Ну Вот Например Ты говоришь Приезжай к нам Да Это Когда имеешь ввиду Приехать Сегодня Выезжай к вечеру Сегодня Я еще не готов Вот и все А вот я сказал этому Виталию В этот день Я в этот день Человеку надо подготовить Вот вчера Один человек Его звать Роман Фроликов Фамилия В прошлом году ему разрешили А он не приехал А теперь просится Не пускаю Но вчера я все расспросил Вот в это События дня Вот в эти события дня Завтра посмотрите Я ему разрешил При условии Что сегодня же Выедешь С Сергия Посада С Москвы Сегодня же И он сразу вышел И говорит Все поехал Сейчас еще один едет А вы же уезжаете На 4 месяца Что? Уезжаете Вы же уезжаете На 4 месяца Так они-то едут Потеряевка Там куда я еду Они туда едут Я еду Я в Барнауле нахожусь А я-то в Барнауле Сейчас в этом Барнауле? Конечно Я-то в Барнауле прописан Я тут и живу А на 4 месяца Уезжаю в свою деревню Я не в деревне А-а-а Они туда едут Я здесь живу Вот смотри Антоник Какое дело Вот Я никогда не заботился Иметь жилье Просто Живу как Перекати поле Бог Раз мне квартиру дал Проходит Маленько времени Покупаю Квартиру Для бабушек Которая возле храма А когда храмы Начали строить Они едут У меня вторая Я подал в суд А суд Должен был мне присудить 11 миллиардов Миллиардов рублей Недонименированных 11 лет шел в суд И я его выиграл И мне еще два дома дали Дали государство Я вот Откуда сейчас разговариваю? В одном доме мы молимся В другом здесь Это Бог делает Раз я об этом не заботюсь Бог мне дает Потому что я не заботюсь Я Богу доверился Я вообще Вот выйду Береза стоит Ёлка Яблони Я не садил ничего А все это мне принадлежит Но себя я не чувствую Я уже завещание сделал Вот сейчас я пришел Насадили Тыку насадил Поливаю Вчера ночью уже Поливали вечером Сегодня пошел Маленько пропалывал Я уезжаю Другие будут Голубям полез Везу кошек Чтобы ловили мышей Голуби есть Там у меня две голубятни Жизнь активная Интересная Новые люди Вот сегодня встречаются Три часа у памятника Пушкину Придут родители с детьми Кого мы примем Кого нет Сегодня приезжает Газель Одна нами купленная Благовестие Отсюда я должен Загрозить Достать продукты Сахар Муку А мне Завтра 77 лет будет Я не чувствую Говорит Старик Я не старик Старик Это ты определяешь Я застрял Где-то на 25-30 годах У меня молодежь Вокруг Я с ней общаюсь И никого не притесняем Каждый может свободно Высказать Все его мнения Вот по скайпу Мы когда беседуем Вы видите Как открыто Поэтому Вы Ну просто вы видите Я вам скину Наши ресурсы Сейчас прям здесь Так Видишь как Разгладь Лисо свое Подними глаза К небу Написано Возрите на Господа Бога А ты каждый день Думай Что делать У меня не ладно Ладно Покайся Сходи к священнику Ободрись Павел говорит Радуйтесь Еще раз говорю Радуйтесь А сидел в тюрьме Прикованный к стене Когда он писал Радуйтесь Григорий Петров Написал Акафи Слава Богу За все За несколько дней До расстрела В ГУЛАГе Когда был Понимаешь Какое дело Это Бог делает Наполняет душу Духом святым Радостью Мы с вами встретились Благословенная встреча Полезный разговор Вот подумай как Если надумаешь Выйдешь на меня Я даю на размышления Вам неделю После недели Мне уже Трудно будет Поворачивать назад Приедешь Ну на свой счет Конечно Сам уедешь Прокормить Прокормлюсь И хорошо будешь работать Лишний вес уберешь У вас какой рост? Рост какой? 165 О как Володя наш А вес какой? Я не измерял Где-то может быть 70 Я животом Вот 10 килограмм Лишнего веса Я уже определил 10 килограмм Ты все время Носишь ведро Полное воды Вот так Перегни У меня болезнь Кишечник Не переваривает пищу Она не нужна вам Поэтому не переваривает Почему не переваривает? Она не нужна Потому что лишняя У меня постоянно Надо в туалет бегать У меня проблема У меня ты будешь По два дня Не будешь в туалет ходить Не знаю Знаешь? Не испытал Ну испытаешь Я тебе дам Какую пищу надо По тебе Ты удивишься Какой ты помолодеешь Другой будешь Совершенно Ты приедешь На все будешь глядеть Как бы всеохватным оком Хватать все Вот здесь я нужен Здесь я этому помогу А тебе надо говорить Как вот ребенок Инфантильный такой Дэнди Великовозрастный Чтобы приехать Нужно денег У меня денег Пока Я вот если Мне уже Ждут отправить Почтой Санкт-Петербург Вот деньги получу И дальше посмотрим Он приедет 12 Стыдно Вы мужчина В 40 лет И деньги Не имеют денег Как так жить? Денег Я на пенсии У меня пенсия Остается 1500 Лично Народ Все больше ничего Я должен крутиться Думать Дорабатывать Где-то что-то писать Работать Руками Работать умом Работать без уст Ночью и днем Вот мне надо Это еще Исповедовать Подготовиться Сразу Не могу Все так Решить вопрос У меня Я много лет Работал над этим Оставь Больше Кисточки все Сегодня промой Свяжи и спрячь Картины все Наклони Выйди на улицу И сходи к священнику И завтра выезжай Все Да Все с Богом Решительно надо Порвать с прошлым У тебя будет новая жизнь Без женщин Хорошо Спасибо вам Слава Иисусу Слава Иисусу Через неделю Полторы Этот ролик Вы увидите Хорошо Хорошо Что мне встретились Вот такие обстоятельства Ты увидишь как Я вам не закрываю Вход к себе Это редкий случай Вы мне просто понравились Спасибо Мне тоже понравились Ну вот это Кукушка хвалит петуха За то что хвалит он кукушку Ну слава тебе господин Все Отключай Спасибо